Тела трёх погибших найдены на севере Италии, около десяти на юго-востоке Франции. Но точное число жертв, обрушившихся на регион шторма Алекс, пока неизвестно. Десятки людей числятся пропавшими без вести. На юге Франции разрушены и частично снесены потоками горные деревни. В долинах рек Везуби и Роя та же картина. Спасатели делают всё возможное, чтобы найти пропавших без вести, восстановить связь с отрезанными от остального мира районами, прийти на помощь пострадавшим. Я вижу такое впервые. У нас уже происходило что-то подобное в 93-м году, но не так сильно. И такого я не ожидал. У нас четверо погибших в нашем городе. Это просто уму непостижимо. Я никак не могу поверить, что такое происходит с нами. Мне кажется, что это кошмарный сон. Но он всё продолжается. По обе стороны границы дороги разрушены или размыты. Поиски жертв и пропавших без вести ведутся с воздуха. На итальянской стороне 2500 пожарных работают в Пьемонте, Ломбарде и Лигурии. Один из них погиб во время спасательной операции. Во Франции мобилизовано около тысячи пожарных, которым помогают военнослужащие. В некоторых пострадавших районах выпала за сутки годовая норма осадков. Те, которые не удалось эвакуировать, срочно нуждаются в продуктах питания и питьевой воде.